Фёдор Достоевский. Отрывки из дневника писателя. 1873 год. Отчего у нас все лгут? Все до единого. Я убеждён, что тотчас же остановят меня и закричат. Э, вздор! Совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтобы начать поэффектнее. Бестемностью меня уже попрекали. Но в том-то и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убеждён. 50 лет живёшь с идеей её, видишь и осязаешь её, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал её до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России в классах интеллигентных даже совсем и не может быть ни лгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убеждён, что в других нациях в огромном большинстве лгут только одни негодяи. Лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас в огромном большинстве лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие. Ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно, не случалось ли ему раз двадцать прибавить, например, число верст, которые проскакали в час времени вёзшие его тогда-то лошади. Если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу. И так далее, и так далее. Ну а охотничьи собаки? Или о том, как вам в Париже вставляли зубы? Или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества. Всех русских собраний, вечеров, клубов, учёных обществ и прочее. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло. Люди бездарные. Тем не менее, всё это лганьё, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные, основные наши черты. До того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, первое. На то, что мы, русские, прежде всего боимся истины. То есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным. Недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным. И тем самым, избегая её постоянно, сделали её, наконец, одной из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире. Я не про газету говорю. Таким образом, у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своём состоянии. Мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали, наконец, то, что всё, что налжёт и перелжёт себе ум человеческий, им уже гораздо приятнее истины. И это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и её они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что её-то и считают фантастичным и утопическим. Второе, на что наше всеобщее русское лганьё намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирождённый стыд за себя и за своё собственное лицо. И чуть в обществе все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы то ни стало, каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле. Каждый спешит принять совсем другое лицо. Ещё Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике. Говорят громко, когда все молчат, и не умеют слово сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина. Сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия. Сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле. Спрятать и прибрать своё, данное Богом русскому человеку, лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Всё это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского непременно ничтожное и комическое до стыда лицо. А что если он возьмёт французское лицо, английское, одним словом, не своё лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное. Весь этот дрянной стыдишко за себя и всё это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны. Это нечто конвульсивное и непреоборимое. Но в сознании русские, хотя бы и самые полные самоотрицатели из них, всё-таки с ничтожностью своей не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения. «Я ведь совсем как англичанин», рассуждает русский. «Стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». 200 лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным ещё 200 лет тому указанным принципом «ни за что и никогда не быть самим собою». Взять другое лицо, а своё навсегда оплевать. Всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя. И результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина. А воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом или англичанином именно за тем, чтобы и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица. Невинности, старина, говорено уже тысячу раз, скажут опять. Пусть. Но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. Другое дело у себя дома и сам про себя. Пункт этот. Ум. Желание показаться умнее, чем есть. И, замечательно это, отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь не глупее никого. Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупее никого. Опять-таки, тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа. Даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды. Тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу. Нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы принаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе все еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился перед гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, перед которым сам сейчас преклонился, будь он разъевропейский. Ну, Гёте, ну, Либих, ну, Бисмарк, ну, положим. А все-таки и я тоже представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то, что представляется, ибо осознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то беспрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого может быть самого высшего проявления человеческого достоинства, то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его. Русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти. И даже я не знаю, могут ли быть исключения. Конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя. Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится. Даже и вопроса о том никогда не ставит. Если же поставит, то вернее всего, что и дома решит его в свою пользу.